Досрочные выборы в Краевой парламент проходили всего по трём округам. 26-му охватывающему часть Барнаула, 31-му часть Бийска и 12-му это 4 района края. Краснощоковский, Куринский, Черыжский, Шипуновский. В этом году данные территории остались обезглавленными. Вакантные места в Краевой парламент освободились благодаря тому, что три народных избранника в этом году сложили свои полномочия. Ну как сложили? Ирина Теплова была осуждена за пособничество. В растрате Андрей Волков за присвоение денег, ну а Валерий Гуминский просто переехал в другой регион. А по федеральному закону кресла в ЗАГСобрании не могут поставать сроком больше, чем на год. Отсюда и решение о досрочных выборах стоимостью по оценкам разных экспертов в 30 миллионов рублей. За место в Краевой парламент в единый день голосования боролись 14 кандидатов от разных партий и один самовыдвиженец. Выборы проходили на 146 избирательных участках. Двери в избирательном участке Барнаула открылись ровно в 8 утра. Голосующих не густо, среди желающих только пожилые. Наблюдатели, блюстители порядка элементарно, скучали. Надо выбрать, раз предложили, а выбрать того, кого я хочу. Пожилой возраст всегда добросовестнее, всегда бывает, более ответственный. Ну и видите, сейчас еще погода такая, что многие на дачных участках где-то находятся. Если сравнить с голосованием по поправкам, то очень низко. Сейчас 11 человек пришел как раз на данный момент. То есть это мало, конечно. Может быть рано, может быть, конечно, картошка. Но я не знаю, как может быть картошка в приоритете. Будущее и картошка. Некоторые считают, что эти выборы, они, так скажем, лишняя трата денег. Вы с этим согласны или у вас есть другое мнение? Ну, вы знаете, у нас по любому поводу, чтобы кто не проводил, допустим, проводят день города, говорят, ой, куда вы эти деньги запускаете, фейерверки. Я считаю, что, в принципе, если есть законодательная основа для этого процесса, то она должна исполняться. Ажиотажа на избирательных участках не было и в Бийске. Та же скучная картина, что и в краевой столице. По сравнению с предыдущими выборами, да, меньше. Явочка, да, раза в два меньше она. Общий итог по явке 27,5 тысяч из 167 тысяч. Это всего 16 процентов от общего числа избирателей. Беспрецедентно мало. Для людей осталось непонятно, зачем это нужны выборы. Выборов не было. Отсюда и низкая явка, отсюда и прогнозируемые заранее результаты. Как и ожидалось, на всех трех округах победили единороссы. В Барнауле безоговорочный лидер Артем Шамков, в Бийске Григорий Бахтин и еще в одном округе, включающем четыре района Максим Кочев. Все три наши кандидата выиграли. Причем выиграли с достаточно большим перевесом голосов. Процент проголосовавших за наших кандидатов вставляет более 55 и выше. Обычно, когда явка небольшая, к сожалению, представители власти Единой России одерживают верх. И хочется как раз сказать людям, что на самом деле очень многое зависит от людей. И все, что там вам пытаются навязать, говоря, что от вашего голоса ничего не зависит, это все неправда. Кстати, вчера Антон Арцебашев направил жалобу в Краизбирком, где сообщила незаконные агитации за кандидата Единой России Артема Шамкова. О выявленных расклейках, замеченных отдельных агитационных материалов, расклеенных, по мнению заявителя, возможно, в день голосования. Вот мы вчера оперативно отправили для установления личности и ситуации по поводу этой расклейки в Главное управление МВД. Пока нам неизвестно о составлении протокола именно по данному факту, значит, выявлен ли нарушитель, нет, но этот вопрос продолжает оставаться быть на нашем контроле. Многие эксперты считают проведенные выборы – репетиции перед большой избирательной гонкой 2021 года, когда будет обновляться весь депутатский состав ЗАГСобрания. Вся эта кампания в любом случае использовалась партиями-кандидатами, как некий тест-драйв перед большими выборами. После подведения итогов, после работы над ошибками, партии будут больше понимать, чем будут выходить, как выходить, и кто, как бы, те кандидаты, на которых они будут ставить. 13 сентября в ряде муниципалитетов прошли выборы и в органы местного самоуправления. Было разыграно 399 мандатов. Большинство достались партии власти. Почти 74% голосов за ее кандидатов. Отличился лишь Славгород. Из 21 мандата «Единая Россия» забрали всего 8. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.